Что касается региональных элит, то они сегодня претерпевают, конечно, очень серьезные и существенные изменения и испытывают на себе колоссальное давление, потому что центр, который, естественно, находится под эгидой президента Российской Федерации, всячески хочет отмежеваться от проблем и трудностей, которые возникают у страны объективного характера. А нет, может, и не только объективного. И поэтому вот этот перенос центра тяжести, передача полномочий многим регионам по целому ряду ключевых вопросов, отсутствие денег, которые должны были быть переданы вместе с этими полномочиями, сложная экономическая ситуация многих регионов, которые уже на сегодняшний день пришли в состоянии банкротства или у регионов, у которых есть определенные трудности на перспективу. Многие регионы занимают денег не очень расчетливо, понимая, что центр их не бросит и что в конечном итоге их расходы будут покрыты. Какой ценой? Может быть, ценой и потери места для многих губернаторов. И они, конечно, это прекрасно осознают. Но, во-первых, губернаторы не сидят сложа руки. И уверяю вас, этот процесс личного обогащения для многих является персонально ключевым и самым важным. И управляя регионом, они никогда не забывают о том, что его в любой момент могут выгнать. А значит, понимая это, он и формирует свою собственную материально-техническую базу за счет родственников деятельности, за счет деятельности своей собственной, иногда может быть, не вполне легальной. Что касается формы ухода, они могут быть разные. Они могут быть и снятия, они могут быть добровольными отставками, они могут быть и желанием уйти по состоянию здоровья. Сколько угодно может быть вариантов. Но то, что это нас ожидает в ближайшем будущем, если не кардинальная, то количественная смена региональных лидеров, это вполне очевидная вещь.